Всем огромный привет народ, с вами как всегда Жи, это очередные топчики с КВшечки, погнали! И опять-таки сегодня в видосике будут исключительно ТХ-8, объясню немножко позже, почему именно так, а уже на экране своих девайсов вы видите, что эту КВшечку мы слили со счетом 54-56. Если задаться вопросом, почему мы слили эту клановую войну, то за ответом не придется долго бегать и не придется его долго искать, просто переходим на нашу сторону и смотрим на то, что в нашем распоряжении всего 2 ТХ-9, если посмотреть на второй ТХ-9, то там мы увидим недавно перешедшие с ТХ-8 ТХ-9, то есть довольно-таки слабую базу с пятой КВной, разве что тут есть пару арбалетов второго уровня. И на этом в принципе все, то есть вот таких вот 2 топа у нас есть, 2 девятых ТХ-9, никаких дисбалансеров, а вот на вражеских базах, ребят, 10 ТХ-9. И ё-моё, ну вот что против 10 ТХ-9 делать, наши девятки даже не осмелились на них напасть. Наверное, надо было хотя бы попробовать напасть, но блин, извините меня, 2 инферны второго левела, топовые арбалеты, да, дев не самый сильный, как для 10 Ратуши, но все равно. Опять-таки баланс нас подводит и из-за этого мы проигрываем очередную КВшечку. Ну да ладно, не будем о грустном, все-таки сегодня топчики с КВшечки и будем мы смотреть на 8 сегодня ТХ-9, тут у нас все в порядке, и 8 ТХ-9 у нас справляется, как всегда, отлично. И начинаем мы эти топчики с атаки на пятый номер с шестым номером Бистом. Смотрим. Для атаки был выбран микс Гуавало по составу 2 голема, 7 валик, 9 визардов, 8 шариков, 2 бомбера, 4 лука по баночкам хилл рейдж, землетрясение. В распоряжении скинг 10 левела и сейчас я проверил то, можно ли посмотреть крепость клана из повтора, к сожалению, это нельзя сделать. То есть там, наверное, сидят валькирии, но об этом мы узнаем немножко позже. Тут довольно-таки сложно выманивается крепость клана, конечно, это возможно было сделать, но решил Бист по этому поводу не заморачиваться и немножко так рискнуть, наверное, и не выманивать крепость клана, убить ее уже во время атаки. Пускаются сверху у нас тут 2 голема, начинает зачищаться круг для валькирий. Сейчас будет подрываться забор, то есть сейчас уже будут запускаться бомберы, да, вот бомберы у нас пошли. Сейчас будет успешно вскрыт забор у нас сверху и туда же будут запускаться сейчас валькирии, потому что, как вы видите, круг уже зачищен прям на ура. И уже визарды начинают умирать, на самом деле, от зданий дефа, это не очень хорошо. То есть уже сейчас надо было запускать валькирии даже немножко раньше. Запускаются вальки, вальки из крепости клана, как видите, из крепости клана оппонента вылетает дракоша и лучницы. Довольно-таки опасная крепость клана, но ничего. Кидается хил на центр, туда же кидается рейдж и вот так вот все это быстренькое дело выносится у нас в центре, то есть валькирии уничтожают все три пывохи, и это значит, что пора уже запускать наших шариков. Тут, наверное, на самом деле немножко не повезло с одной стороны, а с другой стороны вполне себе такое могло произойти. То есть сейчас у нас валькирии выйдут за забор и подорвутся на гигбомбах и на других ловушках, и, короче, все валькирии у нас погибнут. То есть у нас в распоряжении остается лишь пара шариков под конец этой атаки и пара големов. То есть големы еще продолжают танкивать урон, но после того, как убедет последнее здание дефа от шариков, големы уже, в принципе, потеряют свою актуальность, потому что урон, вписываясь по муниципальным строениям, они не очень так и могут. И эту базу уже будет добиваться впоследствии чисто шариками. И сейчас поставим все это дело на перемотку, потому что, смотри, тут особо не на что, с крайних домиков строителей они тут нет. Тут есть крайние флаги, не знаю, строителя или не строителя, но разных стран, короче, мира. А по домикам, то есть ничего нет, то есть без труда уже будет добита эта база на три звезды. То есть вот так вот досматриваем это дело и уже будем переноситься сейчас в следующую атаку. Никуда не переключайтесь, друзья. И за второй атакой не пришлось тут долго бегать. Сейчас будем сносить седьмой номер, атакой третий номер Гвор Илья. И вы можете посмотреть и сказать, ну фу, типа третий номер полез на седьмого. На самом деле ничего тут зазорного нет, потому что, как вы видите, это фуловая восьмая ратуша, десятый кинг, фуловый деф, фуловый забор. А Гвор у нас также восьмой тонн холл топовый, то есть атакует он буквально свое зеркало. Это из-за баланса кривого, таким образом все у нас получается. И тут немножко мне надо пояснить тот факт, что, смотрите, землетрясениями тут уничтожается только один слой забора. Почему именно так? Почему Гвор не скинул землетрясения, например, на эту мортирку, чтобы открыть больше секций? Все очень просто, друзья. Для того, чтобы Валькирии побежали именно в центр. Микс, который он тут выбрал, это микс Гова-Хо. То есть по составу у нас есть 1 Голем, 6 Валек, 12 Хога, 8 Визардов, 4 Бомбера, 22 Лука, по баночкам Хилл Рейдж, землетрясение. И раз мы видим в нашем распоряжении Хилл Рейдж, то основной силой тут является Валькирии, а Хоги чисто помогают на добитие. И вот этот вот момент, то, что уничтожается лишь один слой забора, связан это с тем, чтобы Валькирии забежали именно в центр. Чтобы они не побежали ни в какую боковую секцию, чтобы впоследствии не выбежали за пределы круга, либо не пошли вот так вот по кругу ломать секции. То есть все делается абсолютно правильно. И уже сейчас выманивается крепость клана оппонента, сманивается это все дело на крайний домик строителя. И запускается Голем, и сейчас уже на Големе под Визардами вся эта крепость клана будет убиваться. Голем начинает танковать урон. Кстати, не случайно была выбрана сторона для атаки именно это, потому что мы атакуем со стороны вражеского Кинга. Мы атакуем все-таки с Хогами, а Хогом, как вы знаете, сильно украшает Кинг. И тут тем более надо в первую очередь вынести вражеского героя. Запускаются Вальки, запускается Кинг, кидается уже Рейдж на вход. И сейчас уже Валькирии будут летать в центр и все там круто-круто разносить. Валькирии в центре скидывается туда хил, то есть Валькирии начинают танчить. И незамедлительно скидываются вот такую вот полосочку Хоги. То есть сейчас уже Хоги будут замигать на вражескую базу и выносить здание дефа, которые стреляют по нашим танкующим в центре Валькириям и Кингу. То есть вот такая вот атака, ребят, молниеносно просто разворачивается, никаких шансов не остается тут у базы оппонента. И без труда эта база уже будет добита до трехи. Как по мне, очень красивая атака, образцовое использование микса Гова-Хо. Очень круто заводится Валькирии именно в центр, не идет сегвор на поводу, чтобы разрушить как можно больше забора, чтобы открыть как можно больше секций. Тут это абсолютно не надо делать, потому что тогда будет риск того, что Валькирии побегут по кругу или выйдут за пределы круга. То есть, ребят, вот такая вот атака, все сделано красиво, трех из базы берется, топовая восьмерка закрывает топовую восьмерку. Все четенько. И давайте-ка, ребята, не будем сильно долго забалтываться и будем уже отправляться в следующую атаку. Никуда не переключайтесь, друзья. Очередная атака атакует у нас восьмой номер Дарт Вейдер на восьмой номер оппонента, то есть закрывает чувак свое зеркало. Микс, который он выбрал, это, ребят, микс Гова-Ло с первыми Валькириями. И уже сейчас скидываются землетрясения на вражескую базу, открываются секции с ПВОхами, то есть, как вы знаете, мы используем шариков и надо, значит, вынести все три ПВОхи с захода Валькирии. То есть, сейчас уже запускаются два голема. И тут, на самом деле, хорошо, что вот эти вот бомберы не открыли вот эту вот секцию с пушкой, пушкой и башней лучниц, потому что тогда бы Валькирии могли побежать по кругу. И это было бы, на самом деле, очень плохо и очень неудачно. Но вот так вот бомберы подрываются на Мортире, Мортира нам тут сыграла совершенно на руку. И Валькирии, смотрите-ка, ребят, запускаются вот так вот сразу в центр. То есть, у них никаких вариантов просто нету, они идут в центр. И там начинают уже разносить все это дело, крепость клана оппонента. И самое главное, ПВОхи в центре, то есть, туда уже кидается Хилл Рейдж. И вот так вот, ребят, Валькирия у нас уходит вниз на Ратушу вместе с Кингом. И тут немного так повезло, на самом деле, что два Визерта уходят наверх и убивают последнюю ПВОху. И сейчас уже будут запускаться шарики, и база будет доноситься до трехи. В принципе, красивая атака, за исключением того, что не очень продумал Дарт Вейдер заход в центр. То есть, да, конечно, он открыл все секции с ПВОхами, но далеко был не факт того, что Валькирии уничтожат все три ПВОхи. И тут, во-первых, повезло с тем, что бомберы не открыли забор, то есть, Валькирии не побежали по кругу. И также повезло с тем, что два мага ушло наверх и уничтожили третью ПВОху. То есть, вот такая вот атака, выживает у нас под конец боя тут пара Визардов, Кинг, Шарики, и эта база уже будет без труда добита на треху. То есть, я думаю, что можно перемотать уже эту атаку и смотреть тут особо не на что. Опять-таки, в принципе, фуловая база оппонента, фуловая восьмерка, и смотреть на такую атаку было вполне себе приятно. По-моему, красивенькая она получилась. Вот такая вот атака, результат три звезды, а я же буду ждать вас уже в следующей. Атака, где мы опять-таки будем закрывать какую-нибудь крутую восьмую ратушу. Никуда не переключайтесь, друзья. Итак, ребята, очередная атака атакует у нас тут десятый номер игл на девятый номер оппонента. И что он тут, ребята, использует? Микс выбран совершенно не случайно тут. Вот такой вот микс через трех пек и двух големов. Все, ребята, почему? Как видите, вот такая вот база очень страшная, очень странная. Почему страшная? Потому что если бы мы тут использовали, ребят, каких-нибудь валькирий, валькирии вполне себе могли разбежаться все в разные стороны, и никакие баночки тут бы нам совершенно не помогли. То есть валькирии бы по одной-две штучки поумирали бы на этой базе. И тут надо было использовать именно вот пек. Именно таких вот юнитов, которые самодостаточны, которые в одиночку могут идти и разваливать кабины. То есть тут, ребят, никакой забор нам не угрожает. То есть без труда будут идти пеки и ломать просто все подряд, все, что видят. И пеки тут выбраны абсолютно грамотно. То есть, казалось бы, база совершенно бестолковая, но все-таки большую угрозу эта база представляет. Кстати, в очередной раз это фуловый ТХ-8. То есть забор тут фуловый, конечно, он тут не играет никакой роли. Дев фуловый и кинг 10-го левела. По баночкам, конечно же, никаких землетрясений мы тут не берем. Тут у нас есть два хила и рейдж. Сейчас уже будем наблюдать за тем, как игл будет справляться с этой базой. То есть сейчас уже запускаются наши два голема и сейчас будут аккуратненько раскидываться сзади визарды. Тут надо помнить про то, что есть у врага крепость клана, то есть надо ее тоже уничтожить. В таких вот расстановках на всю карту с этим могут возникать некоторые проблемы, но тут, как вы видели, уже результат трешка и поэтому никаких проблем с этим не возникнет. Вот так вот более-менее зачистилось немножко муниципальных старений и запускаются уже наши три пеки и кинг. Вылетает вражеская крепость клана, сейчас будем потихоньку с ней разбираться. Визарды там без труда справятся, в принципе, с вражеским дракончиком. Все это дело уничтожается у нас тут под ядом и вроде как крепость клана тут уничтожается без особых проблем. То есть тут нам никак крепость клана вражеская не помешала. И уже сейчас, в принципе, на этом этапе мы понимаем, что вот эти вот пеки, которые обладают огромным количеством здоровья. И, ребят, посмотрите, насколько хороши пеки в данной ситуации. То есть без особого труда они ходят по всей базе абсолютно, то есть у нас есть 4 пеки и кинг, обладающие огромным количеством здоровья и таким же большим количеством урона. Они просто ходят по базе и все разносят. Как по мне, довольно-таки крутая атака и результат, конечно же, не заставит себя долго ждать. Будет взята с этой базы треха. Вот такая вот атака, вот такое вот исполнение. Подобран очень грамотно микс через пек. Как я уже сказал, если бы мы тут использовали тех же валькирий или тех же драконов, был риск того, что либо драконы улетят по кругу и до пвошек не доберутся. Либо валькирии бы побежали все в разные стороны, все бы поумирали под заданиями дефа и под ловушками. А тут пеки и кинг справляются просто на ура с этой базой. Такая вот атака 3 звезды. И, в принципе, на этом, наверное, можно заканчивать топчики на сегодняшней кавешечке, потому что остальные атаки вот тут ниже пойдут. Там будет в основном микс говоло, а говоло мы уже сегодня посмотрели два раза, плюс у меня на канале есть много видео по этому миксу. А если еще ниже спускаться, то там просто становятся более слабые базы и смотреть на это не очень интересно. Ладно, ребят, вот такой вот, собственно, видеоролик у нас сегодня получился. Вот такие вот атаки на восьмые домики мы посмотрели. Как по мне, довольно-таки красивые атаки мы сегодня посмотрели на совершенно разные базы, с совершенно разными миксами. Есть тут чему поучиться. Ладно, ребята, на этом будем закругляться. Единственное, что я хотел бы попробовать на своем канале один новый прикол. Если вы досмотрели видосик до данного момента, то есть посмотрели фактически все видео, то отпишите в комментариях, пожалуйста, что-нибудь вроде вальки топ. Я думаю, неплохое такое словосочетание для кодового слова. То есть я буду знать тех, кто досматривает мои видосики до конца. Ладно, ребята, на этом уже, собственно, все. Если вам понравился данный видеоролик, то поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. И также было бы очень круто, если бы вы отправили данный видосик своему другу. А с вами был Жи, всем огромной удачи. Берите с противников трешки, никогда не болейте. И увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok